Сегодня первый день соревнований, где участвуют юные техники от 7 до 12 лет в таких направлениях, как чертежник, шорт-трек, сортировщик и траектория. Чтобы создать автоматизированного робота, ребятам необходимо разбираться в информатике, математике, физике. Большую роль, отмечают судьи, имеет и находчивость игроков. Многим удается побеждать даже с не очень скоростным роботом. К слову, побед, в частности, у сочинских команд немало. В прошлом году у нас было два первых места на всероссийском соревновании, одно третье. В позапрошлом году ребята наши привозили призовые места с робофеста в Москве. Победители сегодняшних соревнований получат право представлять город Сочи, Краснодарский край, на всероссийском робототехническом фестивале в Москве, который будет проходить в марте месяце. Так называемое техническое творчество за последние несколько лет получило большое развитие и признание. С каждым годом увеличивается число участников соревнований. В 2014 году мы разработали проект развития конструирования робототехники на базе всех образовательных учреждений, начиная от дошкольников и заканчивая средними общеобразовательными школами и учреждениями доп. образования. Оборудуем новую базу, новый центр для занятия робототехникой на улице Гагарина. Роботов участники собирают непосредственно в день соревнования, причем без использования инструкции за полтора часа до заезда. Побеждает самый быстрый и точный робот. Успех, отмечают сами робототехники, зависит от правильно написанной программы. В воскресенье уже подведут итоги робофеста и определят победителей. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова